старческая деменция это довольно сложные непонятные вещи вот ученым удалось выяснить что общение с друзьями действительно положительно влияет на стариков то есть вероятность деменции снижается этот факт как хочет сказать что он такой очень понятный дают люди общаются значит они более живые но на самом деле систематического исследования вот этих вот связей до с количества социальных связей это как люди себя какое они имеют эффект не проводилась крутизна этого исследования что она началась в конце 80-х годов прошлого века тогда взяли людей опросили их как они общаются все им было тогда 40 45 лет и спустя почти 40 лет то есть когда им там уже 80 ученые посмотрели 80 70 30 лет прошло простите вот спустя 30 лет они посмотрели и оказалось что действительно чем больше людей у людей друзей тем меньше вероятность деменции речь идет именно о близких друзьях или о любом общении это никак не разграничивалось до бабушки которые перетирают кости тоже способ ограничивать способ снижения вероятности деменции там рассматриваются именно социальные контакты то есть ты контактируешь с другими людьми все получается что дети которые отдают родителей в дома престарелых заботятся о них ведь там есть с кем пообщаться ну если рассматривать это как спекуляцию на основе новости то да то просто у дома без престарелых есть еще куча других минусов помимо плюсов общения с одними и теми же людьми эта новость направлена на обоснование каких-то социальных институтов это новость скорее о том что вот эти между этими двумя вещами существует взаимосвязь вообще говоря да ну то есть как бы нужно еще объяснить эту причину следственной связи может быть просто люди которые менее склонны к деменции они например больше общаются какой-нибудь такой эффект возможен здесь он эксперимент был так организован что вероятность его довольно мало но в в целом надо в этом разобраться то есть это не не то исследование по которому можно сейчас же писать законопроект давайте делать дома престарелых в следующий раз в следующий раз Продолжение следует...